Круглый стол, приуроченный к празднованию в России Дня Народного Единства, прошел в Мариеволожского. Чиновники, общественные деятели и представители конфессий говорили о том, как сохранить стабильную ситуацию и не допустить конфликтов между приверженцами разных религиозных взглядов. И что может стать в данном случае объединяющим фактором. Ирина Горшинина подробнее. Такие встречи, когда за одним столом сидят чиновники и представители разных религиозных конфессий, национальных диаспор, общественных организаций стали в Волжском традиционными и, как отметили присутствующие, результативными. Так куда проще найти общий язык и обсудить текущие городские проблемы. Народное единство и то, что называется Институт гражданского общества, они должны развиваться. Мы прекрасно понимаем, что партии в любом случае, я называл цифры, объединяют до 10% населения Российской Федерации. А все остальное это люди, не которые не определились, не которые вопреки действуют, а только благодаря. Поэтому я думаю, что сегодняшнее наше мероприятие является не дежурным в цепи всех мероприятий, которые мы проводим, оно нацелено как раз на то, чтобы введить усилия всех волжан. Я думаю, меня коллеги поддержат, что мы всячески, всячески то, что от нас зависит, и чуть-чуть то, что от нас не зависит, будем делать для единства, чтобы у нас не было национальных конфликтов, для того, чтобы поддержать власть. Россия – многонациональная страна, и волжские – не исключение, говорили на встрече. Более того, число мигрантов в нашем регионе постоянно растет. И вопросы толерантности, терпимости к людям другой народности, другой веры становятся все актуальнее. Для сохранения стабильной ситуации и укрепления отношений между представителями разных национальностей необходимо, по словам благочинного Петра Симоры, обратить особое внимание на духовно-нравственное воспитание молодежи. Большая же проблема в том, что многие семьи не знают традиции, они потеряли свои традиции. И если один раз в неделю дитю расскажут, что такое храм, если один раз в неделю расскажут, что такое Рождество, или Пасха, или же иной праздник, потому что преподают же разные предметы. И дитя, зная традиции своего народа, зная традиции тех детей, с которыми он сидит за одной партой, в одной классе, он будет уважительнее относиться прежде всего. Еще одним сближающим фактором могут стать и общегородские мероприятия, в подготовке которых будут задействованы представители разных национальностей. Например, в Волжском 4 ноября, в День народного единства, в местном парке состоится высадка Аллеи Дружбы народов. Принять участие в этой акции муниципальные власти приглашают всех желающих. Ирина Горшинина, Андрей Истомин, телекомпания Ахтуба.